здравствуйте друзья у нас тут пятница неработница и на экранах у нас кому-то знакомые может быть лица нас дмитрий который по чикаго нас возил вы замечательную лекцию прочли о том как быть успешным на ютесте да я всех отсылаю и не знаю там может вас на улице в чикаго узнают узнают встречали в магазинах пару раз и спрашивали как и что пока расскажи покажи объясни подскажи что-то а это вот верная спутница жизни есть такое представляйтесь валентина здравствуйте валентина и там за валентиной такая принцесска да сейчас они все принцессы а у нее есть платье красивое принцесса и есть конечно четыре с половиной годика как наверно все принцесса эльзы да у ребят столько самолета на самом деле значит прилетели они из чикаго и первым делом куда мы прилетели чикаго мы взяли машину быстренько и поехали сразу же мы думали что вы в школе мы уже направлялись туда в школу а я честно говоря просто забыл что вы приезжаете я так думаю нужно будет пора на дачу ехать думаю поеду а потом когда вы написали я подождал бы полчаса то но ничего вы написали что вы дома мы все-таки решили все равно заехать чтобы были уже недалеко от школы а что вы в школе там какие-то фотки сняли что студенты там сидят мы зашли студенты сразу как-то показались знакомые лица там был парень с девушкой из чикаго я не знаю ни чикаго или нет но я думаю что я их видел на канале просто уходи так как они жали выбрали там маша машинка у нас там есть она сейчас уже работать пошла с короткой стрижкой когда короткой стрижки из москвы вот она и я думаю они вас должны были узнать там много народу которые смотрят наш канал там интересно прошлись по по двум классам зашли вас там как кухонька есть да мы там встретили людей там с эти людей познакомились сказали кто мы откуда сразу куча вопросов что где как работаете не работаете кем и когда учились когда был выпуск сейчас осталось в пятницу нет уроков вечером сегодня вот нет но есть группа full time которая целыми теме такая героическая группа они сидят целыми днями и ночами и выходными и они там разберете разбрелись по школе кто значит в кафетерии кто там по классам разберется и на раз они еще и куда-то у нас есть конференструм туда могут уйти и они так и значит распределяются и там как-то занимаются денно и нужно вот и можно прийти в воскресенье и там будут сидеть я как-то раз пришел и они очень обрадовались уже кофе кончился и я открыл там значит нашу кладовку и дал им кофе и кример мне было интересно потому что все как-то сидели в своем то они не было как это общение не было может совместно обсуждение каких-то они в маленьких группах каких-то они за проектами еще работают у нас несколько живых совершенно проект для разных компаний и они там поэтому разбредаются чтобы примерно там в одном как бы крутится контексте я понял так жена вас не не хочет в тестеры не а что наверное одного хватит в семье может она скажет что я скажу а вы скажете чем занимаетесь ну так застеснялась как маленькая у меня сейчас переквалификация так из чего из кого в кого массаж тераписта веб-девелопер и за массаж тераписта да а вы такая хрупкая как же массаж тераписта и фотограф она еще фотограф она делает ездить на свадьбу свадьбы фотографирует день рождения вот нас многие спросят вот теперь а можно заработать на хлеб фотографии вот ну такой по свадьбам ходить вот можно ну и вот именно по разному по разному просто нужно заниматься этим люди потому что свадьбы день рождения а вот вроде бы все с телефонами все с камерами все я там уже зажигалки сейчас снимают ну и вот не не сказывается это на интересе искать к услугам таким нет не сказывается наоборот как то есть смотря как знаете как словить момент нужно еще уметь но еще людям наверное которые на свадьбе по старинке по традиции традиционно как бы традиционно должен быть фотографии люди заняты празднованием и не хотят никто не будет отвлекаться сами делать фотографии и поэтому нанимать фотографов и наверное людям интересно если вы говорите вас спрашивают то принципе на жизнь зарабатывать можно я думаю в зависимости от наверное национальности в которых свадьбы проходят есть арабы есть да да там есть этнические есть очень много разных и и у них как бы количество человек в свадьбы очень большие поэтому в принципе тот же день потратил работы можно заработать два раза больше чем на какой-то слушайте а вы познакомились в америке уже или приехали вместе мы приехали вместе нас нас уже будет 15 лет в этом чего году знакомства и третьего класса знакомства скажем я уже я уже учился в одесской мореходке а сколько же вам лет я извиняюсь такие вроде 15 лет они знакомы классно а ну хорошо там с девятнадцать это много ну ладно просто вы еще выглядите как пионеры ладно поэтому чуть уже есть у нас за плечами опыт выходили в море то или так шесть лет прямо туда-сюда ходил везде почти почти весь мир я обошел свой интересно было интересно но наверное это была и одна из причин потому что почему приехали сюда потому что валя наверно не смогла уже так долго быть что я по полгода в рейсах был ну это ужасно полгода две разные жизни полгода в рейсе два месяца дома полгода в рейсе два месяца дома это в течение шести лет то есть было чуть тяжеловато это клялечка у вас уже американско рожденная вы можете с ней ходить в этот ukrainian village в чикаго и есть вареники она любит вареники вареники у нас коронное блюдо а котлетки котлетки тоже но вареники как-то у нас тут ей как-то не комфортно она устала а где вы собираетесь ночевать где вы а мы сняли у нас марриот возле на окраине сан-франциско гостиница марриот мы там будем два дня потом оттуда мы едем в сторону сан-диего заездом различными целый план действий куда мы будем ехать вы по первой дороге или там как еще мы по первой дороге но дело в том что первая дорога перекрыта в районе бык сэр да но нам все равно туда нужно спуститься немножечко но придется вернуться назад возле бигспи бридж ну можно объехать ничего страшного да ну чуть тяну я скажу такую вещь вы можете доехать до туда монтере и кармел это очень интересные места 17 miles drive оттуда махнуть уже объехать по большому хайвей и вы наверное день в районе санта моники не санта моники здесь санта барбара потому что там между этим все равно ничего толком нет такой вот план и есть то есть у меня список из пока 40 40 наших стопов где мы будем собираться но посмотрим как это все выйдет наверное ладно давайте я вас отпущу из кадра значит есть какое-то напутствие зрителям нашим пожелания или вообще что такое полезное и приятное напутствие наверное скорее всего студентам сегодня увидел студентов ваших увидел которые в принципе все глаза горят хочется учиться хочется мне понравилось все такие веселые все коммуникабельные все как бы люди знают что хотят и пусть к этому и идут не нужно может быть унывать если там не получается с поиском работы какое-то какое-то время неделя две три месяца это не это дело только закаляет способность проходить интервью это все опыт может показаться что ты вроде так ничего не происходит а есть латентный такой скрытый период когда какие-то качественные изменения накапливаются а потом они переходят в количественные вот в офферы там уверенность в себе там и так далее то есть что-то такое что можно измерить и почувствовать а на самом деле у некоторых людей есть такой процесс занимающий время внутренне такой скрытый люди все разные нельзя ни на кого ориентироваться смотришь на себя так если ты сам относительно себя растешь больше ничего не надо да ну мне понравилось вот люди сразу спросили где что и как и вот эти вопросы как как все как все было очень интересно что людям интересно что они интересуются а мне что интересно что когда они приходят и все у них получилось и им говорят ну так а как а что это ну вот как в школе учат вот все так и было скажем так так она есть ваши те же вопросы задают и в общем как бы заранее на самом деле заранее известно все что спросят заранее известно все что нужно делать но дальше возникает некоторые такой барьер делаешь не то что нужно говоришь не то что не то чему учили и тогда не слушаешь черт знает кого а потом в общем все становится на круги своя так и возвращается и все нормально еще один момент интересный то что вылетела из головы сейчас для студентов это все для студентов да но я имею ввиду что не нужно бояться тех кто будет принято вести интервью потому что как правило я даже сам вижу и знаю что не все это же понимают о чем они спрашивают они точно также скачали с гугли список вопросов распечатали их буквально перед интервью и они сами не знают что хотят да абсолютно и еще они многие сами боятся и вот и волнуются и так далее но в принципе люди которые поопытнее они в общем-то понимают что человек под ну где-то в стрессе надо дать немножко расслабиться там водичку там туда сюда для ля-ля-ля дать вам чеку себя показать ну ваших знаний которые вы даете в школе плюс работа над собой самим же делает делает тебя кандидатом из всех плюс один в том денежном диапазоне в котором ты должен быть после школы уже никто на старт хочу 40 долларов милый а те которые поработали там на 30 полгода уже понимаешь и им тогда как как ты с ними то будешь или там на 35 ты теперь с ними толкаешься ваш но вдруг он решил что ему 40 надо почему он и так решил но ничего страшного это это путь это не не точка а это такой отрезок все ребят я не хочу вас мучить вам еще ехать там и всякие дела и в общем давайте мы попрощаемся с нашим зрителем помашь ручкой не в настроении все мама двумя ручками поможет всем пока счастливо